друзья добрый день с вами опять катя я вас как всегда приветствую из нашего города из кинчану терми для тех кто первый раз попал на мой канал я хочу представиться я являюсь официальным экскурсоводом рима и ватикана друзья я являюсь журналистом сейчас попытаюсь увеличить мне кажется отсюда снег будем будет виден это а пенины вот как хотелось бы туда поехать на лыжах покататься вообще вот говорят мантам я то у нас вот этот холм там снег тоже бывает и в принципе можно кататься на беговых друзья мне вчера и позавчера пришло огромное количество писем от моих подписчиков где вы пишете про тесты для животных если вы давно следите за моим каналом где-то две недели тому назад я записала такой достаточно шуточный репортаж которым я рассказываю о том рассказывала что я ради прикола пошла в аптеку в нашу попыталась там купить вот эти вот тесты но сделать не себе а моему коту даньки и мне не продали мне сказали мы не можем на котов их регистрировать он вот кстати еще один котя смотрите рыженький какой у нас есть вот значит мы можем зарегистрировать только на вас я говорю я не хочу себе хочу коту даньки но в общем в результате мне хозяйка аптеки сказала кстати которые являются и нашей там дальней родственницей у нас год и так дурдом в стране да ты еще со своими приколами вот а тут мне пришло сообщение вы не задаете вопрос что вы сюжет там один посмотрели в котором говорят что в зоопарке в италии которые моют клетки или там ну в общем служащие зоопарка они этим модным гриппом заразили львов потом какая-то тетка она облизывала собаку или собака тетку потом в общем это собака заболела вот что нельзя ходить в курятник нельзя курам ближе приближаться нежели чем на два метра а то куры заболеют потом куры заразят свиней вот но свиньи не заразят при этом рептилоидов но рептилоиды это есть рептилоиды мы же знаем кто такие рептилоиды поэтому они их не заражаются они же инопланетяне поэтому с как я могу это все охарактеризовать то есть когда я это все прочитала послушала я конечно смеялась а потом мне мои подписчики прислали ссылку на этот сюжет оказывается это была программа гражданина великобритании сергея брилева и там дальше идет сюжет про италию то есть вы можете себе представить как господин великобритании сергей брилев он оценивает данный сюжет вообще интеллект интеллект извините пожалуйста не его граждан сограждан он же англичанин видимо это у него такое отношение к российской публике ну в общем билиберда какая-то получилось да ну смотрите пожалуйста сюжет а потом мы поговорим на эту тему друзья я сейчас посмотрела кусочек вчерашней передачи гражданина великобритании сергея брилева и я смеюсь я не могу успокоиться что не день то веселее и веселее вот он тут сначала за рассказывает это совсем чуть-чуть о своей любимой англии кстати действительно очень странным путем он получил гражданство великобритании что если вы посмотрите на официальном сайте министерства иностранных дел великобритании чтобы получить а британский паспорт надо либо прожить 10 лет в этой стране либо иметь жену или супруга гражданином великобритания либо есть еще один вариант либо есть еще один вариант это после шести лет проживания великобритании внести огромный вклад в политику либо в экономику великобритании то есть либо несколько миллиардов фунтов серлингов, либо другими интересами. Он прожил 6 лет в Великобритании, это вторая половина 90-х, начало 2000-х, это эпоха Ельцина, кстати, вот, и не являясь наглогоплательщиком, видимо, какой-то вклад большой он внес и получил британский паспорт. И вот видите, каждую субботу он имеет собственно программу. Очень странная программа, воистину, но я не могла пройти мимо вот сюжета, я смеюсь, я не могу уняться, по поводу зоопарка Рима. Давайте сейчас мы с вами посмотрим, я хочу, чтобы вы посмеялись сегодня на ночь глядя, я считаю, что это полезно. К сожалению, вот этот сюжет, к моему сожалению, ведет женщина, мне не очень приятно в общем-то ее видеть, потому что какое-то время тому назад я имела неосторожность с ней общаться. Ну ладно, бог с ним, слушайте, зоопарк. В общем, этот сюжет, он снят в стиле Зая. Зая, это губернатор Венету, который ветеринар по образованию, помните, я вам рассказывала о том, что он дал распоряжение ветеринарам делать тампоны людям. Почему? Потому что человек, это тоже млекопитающее, поскольку у него семь позвонков в шейном отделе. и вот это тоже млекопитающее, видите, это млекопитающее, поскольку мы все наших детенышей вскармливаем молоком. Вот смотрите, пожалуйста, вариант Зая, который любит денежку. Папа Рави, рядом с ним Наиша, обхохочешься, сейчас будет очень смешно. Ну да. Вы поняли? Чихали, кашляли, да. Вот я человек с высшим медицинским образованием, я закончила Московскую медицинскую академию, а не Педагогический Вологодский институт, конечно, очень смешно. Да, слушайте дальше. Вот я моему коту Даньки никак не могу купить вот этот самый тампон на палках. Я не знаю, где она этих идиотов находит, но, видимо, в одном месте дурь покупают. Нет, это неправда, что это самое известное время ветеринар. В Баре это случилось. Слушайте, я вот сейчас разговаривала с моими знакомыми ветеринарами и с теми, с кем я училась в институте, то есть народ давится от смеха. Да, она знает, что такое мутация. Сейчас с курами будет, с курами это вообще улет. Курицы. Счастливые. Курицы. Да. За зеркалия. Ну, если это, скажем, модель глобалистов, что нам надо уничтожаться, освобождаться от всех животных, от любых животных, рептилий нет, да, рептилий нет. Охереть. Это она, что ли? А, нет, извините, нет, не она. Друзья, я просто хочу сказать такую деталь. То есть, если это программа глобалистов по уничтожению всех животных, экологическая программа, вот о которой я вам говорю на протяжении нескольких дней, это связано со Швабом, это связано с Давосским форумом и так далее. Я понимаю, что это абсурд, я понимаю, что это бред сумасшедшего, это действительно бред сумасшедшего, но то, что передают, извините, бога ради, если кто-то из вас смотрит эти сюжеты, это рассчитано на людей, не то, что умом скорбных. Я не хочу комментировать. Каждый из вас сделает выводы самостоятельно. Впадаешь в дурман и вроде как легче. Друзья, я хочу напомнить, что я закончила Московскую медицинскую академию имени Сеченова. Уже 25 лет прошло. Я поступала на санитарно-гигиенический факультет, когда я его закончила, он назывался медико-профилактический. Я очень хорошо помню нашего профессора, который читал лекции по хирургии. И вот две фразы, фразы, которые он периодически произносил во время своих лекций, я, в общем-то, их проношу через всю свою жизнь. Первая фраза, что ум имеет предел, идиотизм предела не имеет. В идиотизме соревноваться значительно проще, нежели чем в гениальности. И вторая фраза, это дурак писал, дурак подписывал. Как вы понимаете, что в любом вузе, пусть это будет ветеринарный факультет, пусть это будет медицинский факультет, кто-то учится хуже, кто-то учится лучше, кто-то более совестливый, кто-то менее совестливый. И вот так у нас сейчас и получилось, что у нас врачи, я думаю, что это не только в Италии, я думаю, что это во многих странах так, поскольку мы идем более-менее по одному сценарию. То есть есть врачи, которые работают для людей, во имя здоровья людей, потому что они все-таки многие давали клятву Гиппократа, а есть, которые работают на режим. И большинство из них это троечники и неудачники. И, видимо, к ним сейчас присоединились ветеринары. Ну, в Италии, во всяком случае, это точно, потому что у нас вот есть этот Зая, губернатор Венето, такая фамилия у него, он ветеринар по образованию, он у нас сейчас отвечает за трафик вот этих самых тампаксов на палках, ему надо побыстрее, побольше продать, потому что он процент этого имеет. Поэтому, если вы смотрите давно мои ролики, я рассказывала о том, что он хотел заставить ветеринаров брать этот тест у людей, потому что человек это тоже млекопитающее. И ветеринары, которые работают на науку, на следующий день его послали, ну, в русском языке это на три буквы, в итальянском на четыре буквы, потому что они сказали, что мы не собираемся нарушать профессиональную этику. Но у нас еще есть такая Элария Капу, которая тоже ветеринар, и она является главным консультантом сейчас по вот этому самому новому гриппу. И мне кажется, что просто некоторые ветеринары, которые не лучшие, а которые троечники, они точно так же думают, но если вот эти самые врачи, они за каждого такого симптомного, без симптомного и так далее, они в сутки получают по две тысячи евро, только потому что они кого-то ухитрились провести по этому самому модному гриппу благодаря тампаксам, почему бы нам, ветеринарам, то же самое не сделать. Поэтому я это интерпретирую именно вот таким вот образом. Друзья, конечно, я поговорила вчера и со знакомыми ветеринарами по этому поводу, и поговорила с моими однокашниками. Я вот хочу вас познакомить с нашей группой, то есть здесь даже две группы на этой фотографии, одиннадцатая, двенадцатая группа. Вот в таком составе мы доучились до третьего курса, но после третьего курса у нас очень многие ребята ушли на лечебный факультет, потому что после третьего курса, когда там анатомия нормальная она сдана, гистология сдана, биохимия сдана, патологическая физиология сдана, патологическая физиология сдана, то есть как базовые дисциплины теоретические, после третьего курса начиналось больше клиники, то есть у нас у гигиенистов больше гигиен, а у лечебников больше клиники, поэтому у нас очень многие ушли на лечебный факультет. Вот смотрите, я – это та самая, у которой полосатые рукава. Это я, а рядом со мной в розовой блузке – это моя подруга Женя Сарисенкова, она сейчас проживает в Соединенных Штатах Америки, в Сетле. Она смогла пересдать диплом, вы представляете, что такое в Соединенных Штатах – пересдать диплом. Она врач высшей категории, она терапевт, она является заведующей терапевтического отделения. Но посмотрите, пожалуйста, молодой человек, который с противоположной стороны, в левом углу, в желтой толстовке – это Миша Абрамян. Но сейчас он уже не Миша, для меня по-прежнему Миша – Михаил Абрамян, который является гениальным врачом. После окончания Московской медицинской академии он закончил несколько ординатур. И одна из этих ординатур он закончил в Турине и в Пизе, в Италии. Он хорошо говорит по-итальянски. Это врач, это профессор, это кардиолог, и он работает в Морозовской клинике. Он спас огромное количество детских жизней. Вот скажите, пожалуйста, давайте по чесноку. Вот я могла бы к такому человеку, как он, обратиться с подобным вопросом. Миша, как ты считаешь, вот это вот может быть такое, как в этом сюжете, или нет? Мне почему-то кажется, что после такого вопроса, несмотря на то, что он с юмором, наверное, бы ему расхотелось бы со мной дружить. Пошли с Таней заниматься спортом сегодня. Танюша пришла. Друзья, поскольку данный канал, как и все остальные государственные, ну большинство, они находятся под глобалистами. И об этом, кстати, постоянно говорит Игорь Николаевич Понарин. Поэтому и люди, которые работают на нем, это люди продажные, плохо образованные и очень жадные. Им не жалко даже беззащитных животных. Потому что, естественно, цена вопроса о том, помните, как говорит Леон Ванштайн, что коровы пукают, какают, а от них выделяется, из них выделяется метан. Вот. Поэтому, видимо, это касается и всех остальных животных. Поэтому таким образом они просто-напросто пытаются оправдать, что газовые камеры по отношению к несчастным, беззащитным животным говорят это и даже не икают при всем при этом. Потому что, друзья, ничего под тем, что было заявлено в этом так называемом сюжете, ничего научного нет. С одной стороны, это может вызывать смех. А если подумать о перспективах, поскольку у меня живет мой любимый кот Данька, у меня вызывает это ужас. И противно, противно то, что есть категория нелюдей, которые в этом, за свои вот эти подачки редакционные, так называемые, они принимают такое участие, охотно принимают участие, и не стыдятся при всем при этом даже, не думая о том, что к ним это прилетит точно так же, как и ко всем остальным. Но только одни такие люди, как мы с вами этому сопротивляемся, а они считают для себя возможным в этом общественно-полезно-телевизионном блядстве, извините за мой французский, принимать участие. Вот и все. Только в этом заключается разница вся. Ничего другого. Потому что им надо будет переводить народ на синтетическую пищу из пробирки на генномодифицированную, как вот эти вот крылышки американские, как он там, дяденька на логотипе с бородой. Вот, это мы будем есть. Они будут есть, естественно, нормальное мясо, нормальных кур, говядину и прочее. Я имею в виду элиты, на которых работают вот эти вся пропагандоны. Потому что это не журналисты, это пропагандоны. Они защищают их интересы, их заработки. Они наши с вами. Ну, поэтому я надеюсь, что я на этот вопрос ответила. А вот еще раз хочу повториться, что на содержательность научную этот сюжет я, конечно, могу проверить. Сегодня вечером Миша позвоню, задам вопрос. Я представляю, какая у него на это будет реакция. Хорошо, что много лет знакомы. Друзья, большое спасибо, что смотрите. Я вас очень люблю. У нас сегодня полезнему тепло. Он и Таня в футболке с коротким рукавом. И я с коротким рукавом. Берегите себя, хорошего вам дня, друзья. И увидимся мы с вами либо сегодня вечером, либо завтра. Впадаешь в дурман, и вроде как легче. Субтитры сделал DimaTorzok